Блинчики с чем? Творожный сыр, зелень, копченый лосось. Картошечка. А что за салат? Долго объяснять. Пицца, еще какие-то штуки. Разные пиццы, это классика, это, сейчас скажу, сейчас, окорок с шампиньонами, а то с танцом, я же хотела сделать. И, как я понимаю, хрен. Все, сейчас будем трапезничать. Друзья мои, приятного аппетита. И у нас здесь, видите, что за фильм? Красота. Приятного аппетита. У нас тут такой стол, вы себе не представляете. В общем, приступим помолять. Всем приятного аппетита. Да, у нас еще любовь и голуби. А вот это что, я так не понимаю. Курица в овощном кляре. Ты грудку не любишь, как бы ты схватила? Теперь люблю. Теперь можешь. Она же вкусная. Сейчас хрену на нее наложим. Побольше. Ладно, не побольше. Он же такой термоядерный. Можно заплакать. А на тепло чего? Конечно, ты же грела. Ну, грела-то я все по очереди. Что-то остыла. Ой, 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 ой. Твою любимую. Ммм, лучок сладкий. Но я его не мариновала, потому что он салатный. Очень вкусный. Прямо то, что хотелось. Ммм. Сало шикарное. И эта штука вкусная. Ты не любишь грудку. Я не люблю грудку, когда она большая. Я же котлеты из грудки делаю. Вкусные, я их люблю. А когда грудка, вот, ну, целая штукенция, она мне сухая себе, кажется. Я ей вот такую ест. Ему вот кляр. Твои грабки. Овощной. Грабли, битвай. Грабки. Грабли это огромные, а грабки это нормальные. Так что не надо. Это мои ножки она. Да. Ну, а как тебе пить, соседичка? Да? А еще что она там, как бы, вот, в ЧП побывала? Вот это не побывало, а это побывало. Сейчас попробуем. Что за ЧП? Лучше б с тунцом попробовала. Это классика. С ней все было плохо сегодня. Она побывала в такой беде. Если б ты знала. Где? Ну, не совсем там. Ну, не совсем там, что допрашивается в рифму. В общем, я ей сегодня, когда поставила печь, я, не знаю, ну, как обычно, что-то отвлекло. Я стормозила и поставила ее не на верх-низ, то ли рука перескочила, то ли сама просто луханулась. И поставила ее на верхнее запекание, без низа. То есть ты сама понимаешь, да, когда ты ставишь на низ или вверх-вниз, то есть все, что в ней есть, вся жидкость, это овощи, грибы, и все это, жидкость, она выпаривается. А здесь я поставила, получается, только наверх. И вся жидкость, которая была в овощах и грибах, она пошла вниз. И в результате она у меня варилась. Ну, устная, в результате она у тебя вкусная. Варилась. Честно говоря, моя фантазия рисовала совсем другое после слов, что она где-то побывала. Где же она побывала? Я хотела уже эту. Я хотела с тунцом. Хотела прям с тунцом, да. Нет, здесь базилик, зайчик. Да, пожалуйста. Спасибо. Кушает на здоровье. Вкусно. Он, кстати, не горячий уже. А я, кстати, не люблю горячую. Вечно небо обжигаю. Я терпеть вообще горячее не могу. Вот Андрюша у Лены, он ест, вот, понимаешь, оно еще шкварчит, и как будто еще обугливается. И он в этот момент кусает и ест. Я не знаю, как он так может, но это вот я. Да, я такое ем. Еще желательно, чтобы еще, знаешь, вот прям кожа внутри пасти слезла, слизистая, прям огонь. Что суп, что чай, что-то что-нибудь. Да закистка, что? Хулиганишь? Угу. Да пофиг, бросится, господи, лежит она там и лежит. Нет. Не будем так делать. Будем. Нет. Да. Ну ладно, не на камеру, но будем. Вкусно. Вот эта сладость меня все заприкалывает в твоей пицце. А в этой нет сладости, потому что она с тунцом, блин, там она не нужна. Попробуем. Доченька, ты салат просил кушать. Да. На каждый себе и Оле. Оле наложит. Я вообще не тороплюсь. У меня все хорошо. Там вон, смотри, деньги уперли. Деньги последние были. Что делать-то? Что делать? Не больно ты разгулялась. Не больно ты, говорит, разгулялась. На сколько там? На 20 рублей? Да, да, да. Вся жизнь на 20 рублей. Говорит, не больно ты разгулялась? По-моему, на 30, ну, вообще сути дела не меняется. Обожаю этот фильм. О, крутой. Как и все, в то время созданное. Я обожаю. Думаю, с тобой вот, сколько, три дня назад смотрели, в «Москва слезам не верит». Ну, класс. Ну, классно же, блин. Сальцо. Вкусно. Они всегда, когда вот этот борщ едят, я всегда начинаю хотеть борща. Вот скажи же, аппетитный мне прикал. И зашел такой, и этот сразу себе налил. Теперь ты понимаешь, как чувствуют себя твои подписчики? Которые хотят тоже съесть? Да. Если ты ешь рыбу, они хотят рыбу. Ты ешь борщ, они тоже хотят борщ. Стуцом. Понимаешь? Что они хотят? Ну, ее повредить бы, конечно. Борщ стуцом. Да не борщ стуцом. Спит с ароматировали. Вот я хотела такую. Вкусная. Вообще, на любителя. Но я любитель. Вкусная, вкусная. И хрена хочу. Как тебе салатик за? Огонь. Огонь? Отлично. Он свеженький и солененький. Реклама такая пошла, да? Говорил. Тебе хрена надо? Ммм. Пока нет, но пахнет прям ядрёно. Хрен вкусный. Пахнет он, ну, слуха давай. Нет. Отлично. Салат волшебный. Прям волшебный. У нас Гарри Поттер готовил. У нас не помогал. В Добе. В Добе там сыр только потёр, не ещё и личного. Хотя бы так. Сейчас попробуем. Что за салат? Ветчина здесь, да? Или что это? Да, да, да. Не, да, да, да. Окорок там. Окорок, шампиньоны, сыр. Огурочек, как обычно. Кофе, огурец там. Да, огурца он реально свежим сразу, да? Да. Он там нужен, конечно. Да. Он здесь есть. Он нас практически не кула. Мало того, что он домашний, только ещё и мало кула, потому что ты мой нас не очень. Очень вкусный. Ой, какой хрен-то. Ё-моё. Ребята. Ух. Ух. Тушь потекла. Ничего не потекло. Ни тушь, ничего другого. Нормально всё. Вкусно. Нет, салатарый. Угу. Более. И вот здесь, когда они пиво пьют, тоже сразу мне начинает хотеться именно вот с такой кружки, именно вот такого пива. На, расскажи. Жигулей. Ну, сейчас тебя нальём, и кружка у нас такая есть. Вдруг завтра мне рано к врачу, вот это буду дышать на нюне. Тем более, ладно бы врач, знаешь, другое место смотрел, а то прямо именно эпицентр. Не. Ну, что не гастроэнтерологу пройдёшь. Она не понимает то, что врач этого ничего не почувствует. Во-первых, она не понимает запаса времени, который пройдёт. Во-вторых, она не понимает, что врач в маске. У неё там уже, блин, она... Она же не просто взяла ей полтора ведра пива, например, выпьет. Почему нет? А, е... Чего я? Почему нет? Ну, потому что уже так не получилось. Полтора ведра пива на голодное желудок уже не получилось, ты уже ешь сидишь, поэтому... А там всё это компенсирует. Короче, компенсируется 25 раз. Салатиком, пиццечкой, блинчиками, вон ещё капусточкой. Да, ешь побольше, и всё будет хорошо. Ешь побольше. Мишечка, что ты хотела? Привет. Просто жива. Здравствуйте. Ой, ещё чай такой, в меру тёпленький, прям... Ещё понедлечка. Животиндра, животиндра. Деловая. Какой характер, это вообще вот... Милота. Ну, есть такие, знаешь, вот они вот всё время, они готовы там ласкаться, их прям вот погладь, всё. А это вот такой характер, вообще. Я таких котов, о которых ты говоришь, даже не встречала. Кроме как в деревне было такие. Я встречала. Вот все, которые живут в квартире, они все вот такие, с характером, они считают, что им должны... Это вообще... И у Лены тоже такая, что она не гладится, и у нас... Ну, я не встречала ещё. У кого характер? У кого характер? Я вот у друга буквально вот на днях был в студии. Ага. Ну, в вокальном. Там кошка живёт, зовут... Ну, Фася как-то, на фасоли есть. В студии она называется Фасоль, потому что она музыкальная. Да. О, Фасоль. И кошку зовут Фася. Да. Фасольчик. Фася. Это такая кошка. Ну, вот... Всё, это... Приходи, гладь, целуй, что хочешь делать. Только зовут. Исключительно. А тут вот что досталось, то досталось. Да. Характер. Миш, у тебя какой характер? Отвратительный. Отвратительный. Ну да, попробуй, потрогай. У меня в детстве был кошак. Все в детстве, которые были коты, я всех таскала, и они не сопротивлялись. Ты совсем не там таскал? Да. Особенно рыжего. У меня вот прям, что мне заправляло вот так майку, его сюда, и он у меня спал. Я ходила везде, все с ним по двору делала, даже в огород. Он у меня, прикинь, в майке спит. Это вообще... Проснётся, там что-нибудь попросится выйти, выходит, приходит снова. Ещё одна была постоянно вот так на плечах. Я с ней везде ходила, она у меня отсюда до сюда лежала на плечах, постоянно на шее. И её всё устраивало. То есть, она не убегала, всё хорошо. Да, она сама так заходила, и даже вот я сижу и ем, например, она придёт, тут сюда ляжет на плечи. Это было вообще, прям прикол. Да, и одна ещё была Гоша у меня. Она всегда со мной спала, всегда под одеялом. Я верчусь, кручусь, что угодно делаю, она всегда спала под одеялом, никуда не уходила. Наоборот, даже вот она прямо как угодно вокруг меня. Зато моя бульгерия, это вообще... Три секунды я её погладила. Вот это одеяло тяжёлое, она же привыкла подлёгкая, залазит, и хорошо. А тут, прикинь, это тяжеленное одеяло на неё. На меня смотрит, вылазит. Недовольно, да? Угу. Села со мной рядом, сидит, смотрит. Я говорю, ну простите, у меня теперь такое одеяло бульгерия. Сладкая девочка. Я когда уезжаю, она прям понимает, что я уезжаю не в магазин, например, сейчас вот, да, просто в магазин выхожу. Она вышла, посмотрела, ушла. Ну, типа проводила. А когда вот так, и она видит сумку, что я с сумкой, с собранными вещами, всё понимает. Выходит, садится, ждёт. Я одеваюсь, убываюсь, она подойдёт, мякнет. Я поглажу, всё, скоро приеду. Вообще, она как человек, настоящий человек. Характерные кошки, они не навязчивые. Как, знаешь, есть вот прям, лезут на голову, погладь вот эта, как Лиза, да? А вот. А вот. Очень навязчивые, ко мне, по крайней мере. Я к ней недавно подхожу, говорю, Мишечка, ну какая же ты красивая у меня. А у неё, знаешь, на тот момент, она засыпает, у неё полглаза в плёнку, зрачки у переносицы, торчат кулыки, торчат язык и губы слюнявые. И она вот засыпает вот так вот. Андрей ходит, я говорю, да капец. Ты красивая, да капец. А там вообще страшное зрелище. Любящими глазами всегда так. Милота. Ещё раз, Светка у нас такая прикольная, как будто мы тифозные, да, Мишечка? Вот она, красавица. Нет, вообще она красивая. Да? Очень мне нравится. У неё красивая расцветка. Так, если издалека, может, ну непонятно. А так она красивая очень, девочка. Всё, друзья мои, кушайте с удовольствием. Приятного аппетита. И доброй ночи, до завтра. Навелась. Да? Да.